Вывозит ли снег из города? Этим вопросом задаются его жители. Глядя на такие кучи в самом центре Рязани, трудно говорить о должной уборке. Горы снега между тротуарами и дорогами привычное дело. Они появляются благодаря работе дворников и коммунальных служб. По традиции, одни скидывают снег на проезжую часть, а другие с помощью спецтехники отталкивают его в сторону тротуаров. Остается открытым вопрос о том, кто и как должен вывозить все эти горы снега. Чтобы выйти из машины, даже на платной парковке, нужно пройти целый квест. Многие горожане перелезают через сугробы в коротких ботинках или на каблуках, каждый день мерясь с происходящим. Бодрит? Да, по коленам в воде. Шикарно. Ну а вообще в городе ситуация с уборкой снега, как оцените? Очень плохая, особенно во дворах. Выехать на машине очень тяжело. Если с центральным дорогами более-менее ситуация нормальная, то во дворах, конечно, все ужасно. Год от года у нас улучшается хотя бы немножко ситуация? Нет, все на месте стоит. Ничего у нас не меняется. Если на центральных улицах для автомобилистов основной проблемой являются сугробы на обочине, то второстепенные улицы порой становятся вовсе труднопроходимыми. Машины не едут, а словно плывут по снегу. Парковаться в таких зонах очень тяжело. Пешеходы же страдают не только в закоулках, но и на центральных улицах. Уборкой тротуаров они остаются недовольны. Как вам? Удобно идется на каблучках? Нет, конечно. Ну, насколько у нас в Рязани тротуары убирают? Редко. Ну, не очень хорошо убирают. Ну, зато падать мягко. Рязанцы, которые приглашают в наш город своих друзей из Москвы, и вовсе часто слышат от жителей столицы открытые высказывания о том, что наш город не развивается и не получает должного ухода. Если сравнивать Рязань с Москвой, то нужно нам со столицы брать пример, потому что там намного оперативнее работает техника по уборке снега. И вот такого на сегодняшний день там нет. То есть ты идешь по абсолютно чистому асфальту. Вы знаете, мы очень часто сейчас в Рязани говорим о развитии туризма. Выдают желаемое за действительное. Мы говорим о том, что Рязань развивается, мы говорим о том, что туризм развивается, но все начинается с деталей. В свою очередь на проблему действительно каждый год обращают внимание власти города. А в этот раз своим мнением на пресс-конференции, которая состоялась 30 января, поделился и прокурор Рязанской области. Олег Черныш, который ранее работал в Тульском регионе, отметил, что Рязань сильно проигрывает Туле в вопросе уборки снега. Что касается проблем заснеженности платных парковок, он заявил, что вопрос по этому поводу он хочет лично задать представителям администрации города и получить на него ответ. В это же время, 30 января, наш регион получил 19 новых комбинированных дорожных машин. Они предназначены для круглогодичного использования и содержания северного обхода трасс М5, М6, а также региональных дорог. Машины могут расчищать снег и перевозить инертные материалы – песок, щебень, асфальт и бетон при укладке дорожного платна. Но решит ли это проблема на дорогах города? Возможно, количества городской техники и людей для уборки дорог действительно не хватает. В таком случае Рязань может использовать недавний опыт передачи троллейбусов из Москвы. Остается надеяться, что выход будет найден и ситуация в итоге улучшится.